Лимонде, Франция, Жанн и Фледриан и Флоран Спарли посетили Москву в поисках доверия с Россией. Николя Рюиса, Лимонде, Франция. 11 сентября 2019 года. Жанн и Фледриан признал это со слабой улыбкой. Для восстановления диалога с Россией недостаточно телефона, отметил министр иностранных дел 9 сентября на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Рядом с ними находились министры обороны Франции Флоран Спарли и Сергей Шойгу. Важно иметь возможность говорить, избегать непонимания, инцидентов и трений, подчеркнул Леодриан. Через 7 лет после последней двусторонней встречи в формате 2 плюс 2 министра иностранных дел и обороны Франции и России провели долгие переговоры. За параллельными разговорами Леодриана с Лавровым и Спарли с Шойгу последовало общее рабочее заседание. Ключевым словом всех этих мероприятий стало слово «доверие». Это будет сложный путь со многими препятствиями и неприятностями, сразу предупредила Флоран Спарли, тогда как Жан и Флеодриан посетовал на дело Филиппа Дельпаля, Плиппе Дельпал, занозу, которая препятствует атмосфере доверия во франко-российских деловых кругах. Задержанный 14 февраля французский банкир находится в Москве под домашним арестом в связи с, похоже, с фабрикованными, обвинениями в мошенничестве. Леодриан оптимистически отметил, что наши разногласия вредят нашим общим интересам. Лавров в свою очередь улыбался, но ограничивался формальными и туманными фразами. «Сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считаем вполне возможным и необходимым», — сказал российский министр. Он не раз делал отсылки к выступлению Эммануэля Макрона на собрании послов 27 августа, когда президент призвал переосмыслить связи с Россией. По словам Лаврова, в Москве внимательно выслушали его. «Окно примирения в настоящий момент самым острым вопросом является мир на Украине. Запланирована встреча четырех лидеров — России, Украины, Франции и Германии, которую Елисейский дворец хочет организовать в Париже до конца сентября. В Москве министры подробно обсудили ее, но дата названа не была. Первая встреча может пройти на уровне министров, последовав тем самым за недавними собраниями президентских советников. С учетом обмена пленными между Москвой и Киевом, перемирия и точечного разминирования на демаркационной линии на востоке Украины, «Прогресс уже есть», напоминает во французской делегации, которая констатировала в Москве новый тон своих партнеров. Со стороны России больше открытости. Жанн Ифледриан в свою очередь отметил на пресс-конференции «Окно примирения и возможностей». Речь о снятии санкций пока еще не идет, все же подчеркнул он. Черкасов также говорил о судьбе нескольких других оказавшихся в тюрьме россиян, в частности Юрия Дмитриева. Этот историк из карельского отделения «Мемориала» и автор исследования в сталинских чистках в регионе сидит за решеткой почти три года. Призыв соблюдать международные обязательства Жанн Ифледриан и Флоранс Парли обсудили с главным редактором «Радиоэхо Москвы» Алексеем Венедиктовым, один из немногих открытых критиков Кремля, и правозащитницей Зои Световой волну арестов в Москве накануне муниципальных выборов 8 сентября. Черкасов и Свитова в частности настаивали на значимости содействия обращениям российских граждан в Европейский суд по правам человека. Французская сторона не стала делать публичных заявлений касательно Владимира Цемаха, бывшего командира ПВО сепаратистов на востоке Украины, которого международное следствие хочет заслушать по делу о сбитом в небе над Украиной рейсе МН-17, 17 июля 2014 года, 298 погибших. Москва потребовала и добилась его освобождения Киевом в рамках обмена пленными. На встрече 2+,2 французская делегация призвала Россию выполнить свои международные обязательства и позволить Владимиру Цемаху дать показания на судебном процессе по этой трагедии, который начнется в Нидерландах в марте 2020 года. Это станет ключевым моментом для оценки доверия между Россией и Европой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.